Ну чё, Лёха, пободаемся? Эй. Давай. Эй, у меня танк не двигался. Ну, выйти из игры, получается, да. Вернулся в танки онлайн спустя несколько лет. У тебя М4 по старым меркам. Да, да, да. Друзья, в честь нового года я решил разыграть для вас 100 тысяч танкоинов. Да-да, вам не послышало. Эту гуру танкоинов заберёт сразу несколько моих подписчиков. Ну а чтобы получить, ставь лайк, пиши в комменты «Хочу танкоины», подписывайся на мой канал и вводи тегбик в настройках игры. Ну а итоги на моих стримах. С наступающим. Всем привет, друзья, с вами Биттанекс. И сегодня у нас легендарный видос опасный с Олдом, настоящей легендой танков онлайн, Саня Джаггер. Поздравайся. Всем привет, ребят. В общем-то, спустя много лет, но активно ты не играешь с какого года примерно? Возможно, года 4-5. То есть, как вышел мой большой часовой видос, я понял, что я выжил из себя всё на тот момент. Ну это было... Это какие-то... Какой-то 16-17 год, да? Да-да-да. Ну то есть, 4-5. Примерно такой срок. Ну ты пропустил довольно-таки много. Ну ты что-то примерно помнишь, там какие-то вердрайвы, там немножко слыхал о них. Но в целом, как бы, я думаю, что будет сегодня интересно. И мы тебя введём в тур с дела. И в принципе, я думаю, что те, кто помнят старый YouTube, Саню, то прям сейчас поставьте лайкос. Напишите, соскучились ли вы. Это то самое чувство, когда был Джаггой, до того, как это стало мейнстримом. Сейчас же у нас, ты же в курсах про режим Джаггернаут. Да, слушай, про Джаггернаута в курсе был. Мне ещё с тестового сервера кидали. Да. Там всякие скринны и так далее. Такие, блин, типа писали, Саня в честь тебя. Нет, ребят, нет, забыли не в честь меня. Но у меня сразу первая ассоциация, типа, блин, Саня Джаггер, вот он и Джаггер. Кстати, мы загрузились на карту, ты её впервые видишь. Слушай, я видел скринны в твоём паблике про видоизменённую песочницу. То есть она на такой, скажем так, что тут, ну текстуры переделали, я вижу. Ну типа ТХ, ну ты, я помню, ты в видеоблоге был у танков, где ты тестил Танк-Х, когда они ещё там в 15-16 году только зарождались. То есть, в принципе, понятно, что это не ТХ, до ТХ далеко, но, в принципе, это уже и не Танки онлайн, это что-то по... ярче, что ли. Мы с Касимом там порубали на трёх картах, тоже кто помнит холды. Там, блин, Касима, слушай, вообще все помнят. Вот. Ну, кстати, в реальной жизни очень приятный человек. Да. Просто смотри, Лёш, я вижу у тебя корпус, я видел по скриншотам, что это первый прыгающий корпус, да? Да, ты прям чётко узнал. Ну, он такой маленький, лёгенький, прыгающий хоппер. И, опять же, отталкиваясь от твоего паблика, от постов, я как бы, ну, наслышан, что этот корпус, ага, всё, меня оглушило. Да. Он прыгает. Ты примерно понял, что он делает, и что вообще не только прыжок. Он ещё едет боком. Трефит влево-вправо, вперёд и назад. На самом деле, это имба дикая. А не думаешь, что это пошло на немножечко упрощение в игре, в том плане, что можно не крутить пушкой то же самое? Слушай, ну тут, не, не крутить пушкой не особо это и получится, потому что, чтобы управлять влево-вправо, тебе нужно мышкой играть, и ты мышкой это всё делаешь, и в любом случае ты мышкой управляешь. Сейчас управление мыши, это не такое, как было раньше. Оно сейчас реально, ну, нормальное. Играть можно. И как бы вообще, я думаю, что эти все летающие корпуса их сделали для мобильщиков. То есть сейчас у нас есть мобильная версия, это у мобайл. Вот. И там как бы аудитория, которая новая, которая вообще не олды танков, да, и вот они как бы пришли в девятнадцатом году, такие, хопа, а что это, гусеничные корпуса, как управлять и так далее. И вот максимально упрощённое управление танком, вот эти ховертанки, их сейчас наштамповали, их четыре штуки в танках. И там просто крутишь это колёсико, и всё элементарно. Ещё и пушка стреляет, там, ну, вообще всё уже для них сделано. Теперь это АРС, тяжёлый. Есть. Паладин средний. Это новый, да. И вот хоппер. И ещё один средний, как паладин, только который кидает сосульку и замораживает, это Крусейдер. А, понятно. Многого я не знал. Ну, четыре, да. Я вроде, знаешь, старался перед стримом подготовиться, то есть в игру предварительно зашёл там. А, то есть ты ещё ознакомился немножко. Ну, как бы да, чтобы не выгодить полным нубом, чтобы понять, потянет ли компьютер, скажем так, нынешние требования. Я даже не знаю сейчас, какая на тебе краска, как она называется. Танкоины? Да, ну ты, в принципе, тут логично. Монетки такие, это типа танкоиновый танк, но она, это типа самая дорогая краска в танках, ну, у меня аккаунт технически, но она стоит 100к, это где-то тысяч 30 рублей. Вау, это, наверное, это знаешь, как, сейчас, кстати, есть в танках, скажем так, арабские движения. Тишина паркур, всякие там эти бои, ты застал, ты помнишь, когда все паркурили на тишине, сальтухи делали? Нет, нет, я ещё застал, когда все мерились гаражом, у кого-то, да, да, не засирали и карту. Да, да, да. О, да. То есть, это как удержать нарезку. Да, 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 блин, капец, это такая, ну, это прям ностальжи. Я сейчас вот проникся этой движухой, круто. Я сейчас долетнусь, короче, и ты заметил, я в тестре, короче, только что рельсой, ты что заметил, что почувствовал? У меня был поджог. Поджог от рельсы. Да. Как тебе такое? Ну, слушай, это какие-то допы. Ну, это типа устройство, ты их застал в старое время, но это новое устройство. Я тот человек, который не понимаю прокачку МК-7, я говорю М4. Ну, я тоже по старым меркам, типа М0, М1, М2, М3, М4. Ну, кстати, мне не хватает вот модификации, текстур модификаций, как бы, чтобы отличать как-то тот же МК-1, от МК-3, от МК-6 и от МК-7. А сейчас их получается полностью удалили, да, из-за гранили? Ну, то есть, смотри, да, разрабую, видишь, у тебя рикошет старый, а викинг такой, ну, свеженький, в принципе, он перерисованный, то есть, сейчас разрабы у нас перерисовывать все текстурки, вот карту одну нарисовали, все танчики перерисовывают, то есть, практически все уже сделали, вот, и по, смотри, по устройствам всякие добавили такие инопланетянские движухи, но для тебя это тоже будет весьма, наверное, странно, потому что, ну, как бы вот, оглушение, да, то есть, рельса, которая, в принципе, может застопорить, есть несколько пушек, которые могут оглушить танк, есть несколько пушек, которые могут поджечь, заморозить, выключить на арку, что там еще такого, еще что-то, какое-то подавление, кстати, у рельсы есть критический урон, да, то есть, сейчас у нас у всех пушек, да, а, я просто раньше помню время, когда крит был только у смоки, да, и, ну, типа, все, ну, говорили, что, блин, смоки имба, когда тут, потому что крит, да, и скорострельная, не, ну, ты же понимаешь, раньше, какой у смоки крит был, типа, ты критуешь, и сразу можешь с одного крита, там фактически нарезку того же викинга отправить, хорька вообще на ези, ну, да, да, то есть, раньше, например, тот же самый хорек с одной пички рельсы мог уйти с ддшкой, да, вот, ну, сейчас, как бы, есть и крит, сейчас фишка крита в том, что от него сделали резист, вот, есть резист, который купить нельзя, но можно из контов, там, открывать, получить, там, как-то выбить, из каких-то ивентов, и называется броненосец, вот у меня он, кстати, есть, видишь, такой процентик, если ты по мне стреляешь, и у меня защита есть от твоих крит урона, от крит ударов, 50%, вот, я выкачал, если же нет защиты, то, как бы, урон полностью, практически проходит, и даже если у меня есть защита от рикошета, но, когда ты бьешь критом, то защита не помогает, и ты можешь помочь только вот этот вот, открыто, а, то, то есть, так по-хитрому сделали, по-дронам, кстати, ну, у тебя сейчас подрывник, у меня, ты заметил какой дрон, в принципе, такой, ну, короче, смотри, что делает дрон, он включает один активный припас, но он, делает, ту же броню, допустим, я включил броню, супер офигенной, там, в несколько раз круче, чем твоя броня, которую ты сейчас включишь, вот, но один припас, то же самое, повышенный урон, тоже, как бы, он повышенный, но, припас один включаю, но он еще сильнее, чем твоя повышенная, слушай, мне еще рассказывали, если включить ускорение, с этим дроном, то, танк просто разгоняется, там, до неимоверных скоростей, да, с этим дроном, кстати, это мамонт, это, а ты думаешь, что это, на что похоже, подойди-ка, ну, ну, слушай, по, по крайней мере, по геометрии, да, похоже на мамонт, то есть, ну, пушка чуть-чуть спереди, по текстуре, ну, это прям, кстати, а почему ты красный? Красный? у тебя текстура металла, немножко, как будто, ты горишь, рыжеватая, это бронзовый, ну, может быть, ну, короче, это текстурка, именно, короче, это скины на, на пушку, на корпус, на мамонт и твинс из танка фикс, то есть, в танках хикс был точно же такой же скин, и вот недавно его сюда перевели в ТОшку, его получить можно было из, ну, из контов, по-моему, из ультра контов, в какой-то период, ну, то есть, это обычный мамонт и твинс, но этот еще твинс, кстати, тоже, видишь, выполняет функцию поджога, его тоже недавно добавили, то есть твинс, который тоже, в принципе, может поджигать танки, я тоже делал недавно видос, довольно-таки прикольная штука, и, а вот, если сейчас проверить тот же дрон, о котором мы с тобой говорили, кризис, с нетрухой, в принципе, вот ты на викинге, викинг, по идее, быстрее, мы разгоняемся, разгоняемся, да, и, в принципе, как бы, да, я даже обгоняю тебя, да, на мамонте, на тяжи, и все это как бы благодаря дрону. Викинг у меня вкачан. Но у меня мамонт тоже вкачан. Но, как бы, я даже с васпиком и харьком соревновался, все равно перегоняю. То есть я, я если кого-то привожу в танки, возвращаю, спустя какое-то время, я сразу делаю тест, вот, короче, смотри, мамонт, ты бери васп, я на мамонте, кто впервые? И все-таки, типа, глаза на лоб, охренеть, что это такое вообще? С каких пор, вот эта огромная махина, быстрее, чем, маленький, поворотливый васпик, или тот же хорн, которого заносит. Короче, Саня прям загорелся этой движухой, и решил даже на харьке проверить. Ну давай, на счет три, короче, раз, два, три, с оверкой. Я поехал. У тебя М4 по старому мерку? Да, да, да. Ну то есть, в принципе, я, ну я уже поехал по другому кругу, но думаю, тут понятно, что, в принципе, втопил так втопил, аж пятки сверкают. По поводу паркура, кстати, ты еще спрашивал? Да, да, жив ли он сейчас в том формате, в котором он был, когда, например, чтобы запрыгнуть на какое-то здание, надо использовать там несколько танков, и отдачу нескольких пушек. Сейчас, с выходом нового движка, с ЧМР-5, паркур просто максимально умер. Все, то есть, его прямо сейчас, ну нет, вот от слова совсем. То есть, ты, чтоб, чтоб ты понимал, ты можешь просто взять на каком-то васпике или хорьке на лунной карте, подлететь куда-то, и твой танк в воздухе, вот он начинает лететь, и вот он просто хоп, что-то ему резко что-то мешает, его тормозит в одном положении, и он просто, как плашмя, падает вниз. Серьезно? То есть, инерция глушится? Абсолютно. Посмотри. О, все, все, я вот сейчас сам увидел, как ты. Да, то есть, меня просто резко хоп, типа, дернуло, что-то такое, в воздухе, и все, я остановился. Это разрабы, они знают про эту движуху, но они это не фиксят, и вроде как фиксить они не собираются, аргументировали тем, что, типа, танки изначально, они должны были паркурить, так получилось, что так как-то зародилось, и так-то, собственно, танки стали паркурить, и прикольная была история, но этот движок совсем с другой физикой, вот, не для паркура, и я не знаю, будут ли они исправлять это, вроде как не планировали. Ну, слушай, паркур в танках, это, я бы даже сказал, целая субкультура, да, который, например, я в какой-то момент был причастен, то есть, снимал, как-то пытался продвигать, то есть, опять же, повторюсь, мне интересны были бои, интересно было общение, а чтобы общаться на лайте, вы просто там, я не знаю, сидите в битве в одной, кто-то куда-то залазит, просто прыгаете там, или хотя бы, да, да, то есть, элементарные эмоции какие-то, вот, получается, от этого, слушай, вот, у меня еще такая штука бесит, когда я поворачиваю танк на бок, у меня сразу срабатывает артекин, это в настройках вырубается, да, это тоже, через наш, как вижу, вот, а то не всегда бывает удобно, я вроде как бы, чуть-чуть касаюсь боком, но я уже погибаю, хотя, ну, как бы, там не все безнадежно, я могу срабатывать, ну да, ну а ты помнишь, как раньше чуваки, которые падали в минус, они не знали, как долетнуться, и просто лежали пол боя, пока их не убьют, ну ты лечить-то будешь, или нет? а, сань, лечить не могу, сорян, изида, еще старых времен, которая, этот, ну, типа, дамажит, и при этом подсасывает себе, но лечить не может, серьезно? да, это устройство, тоже, а ты же помнишь, как я убрали тогда, да? нет, я как бы, для меня, то, что изида не лечит, это что? ну, вообще, все изида лечат, но это, с устройством, не лечат, типа, устройство, которое убирает лечение, но дает самолечение, и дамажит, в принципе, типа, ты дамажишь, самолечение, делаешь и все, ну, короче, ты бесполезен, да, для темы, у меня корпус полезный, а пушка отстой, так что, в принципе, баланс присутствует, ну, что, мы с тобой должны сейчас затащить как-то, что-то попытаться, по крайней мере, режим ASL, ты играл в таком? это регби? нет, это, ну, короче, флажки нужно возить, типа, знаешь, как CTF, только одна база у врагов, а у нас три флагштока, которые мы должны брать, флажки и возить туда. почему все на наре катаются, то есть, тут прям жесткий наркобой? сейчас все нарят, ну, сейчас в танках у нас, как бы, нара не в дефиците, как раньше, сейчас вообще любой, без доната, может вообще нарить, я, Леш, ну, не скажи, у кого как, а у тебя нет? ну, слушай, у меня всегда идем, было мало, например, ну, типа, по 400, по 500, ну, ты просто неактивно играешь, ты смотри, сейчас вернулся, ты, хрен знает, когда играл, да, а, если бы ты там поиграл недельку-две, повыполнял заданки, там дают конды, там дают нару, короче, ты бы за неделю, я думаю, там по 500, по 1000 нары, вообще на изи на фамила, а может даже и больше, по 2000, а, ну, если это сейчас в доступе, то хорошо, просто, раньше там давали по 20 штук, не, сейчас, как бы, дефицита с нааркой нет, это, есть дефицит с батарейками, которые для дрона, чтобы он работал, вот, а, именно по припасам, шутки, это, я, значит, это, бесполезно сейчас трачу на дроне, да, все это, ну, у тебя батарейки есть? Мало, но есть, ну, значит, работает, все окей, все равно, кстати, Сань, что у тебя вообще сейчас, по движухе, ты, как бы, в танки планируешь возвращаться, или у тебя реал лайф, как бы, чем вообще занимаешься? Ну, слушай, полноценного возвращения, как и тогда, как и сейчас, я обещать не могу, потому что, ну, давно уже, скажем так, не живу видеоиграми, вот, и в целом, как бы, ну, занимаюсь другим немножко в жизни, снимаю ролики, клипы всякие музыкальные, и так далее, и на игры, ну, иногда просто, ну, времени и желания не остается, вот, то есть, ты повзрослел? ну, скажем так, да, то есть, это, я не знаю, пару роликов, которые, вот, крайние мои вышли, они, может, искать, были сделаны, ну, даже через силу, где, вот, в том плане, что, ну, я как-то, старался из себя выдавить, какие-то эмоции, что-то, вот, придумать, и так далее, за тобой, Да, ты можешь вперед ехать, а я буду сзади, буду тянуть. Все, let's go. Ты же не лечишь. Ну, корпусом лечу. На, получай. Корпус, корпус лечит. Ой, ничего, сейчас, смотри, я бы не бесполезно, оказывается. Да, нормально, ну, практически прорвались. Ну, а, то есть, за вот это время, за отсутствие, пять лет, допустим, как ты отсутствовал именно активно на танковом YouTube, чем ты занимался еще? Ну, слушай, я не так давно переехал в другой город. Ага, что за город? Город Екатеринбург. Я свои навыки, скажем так, блогерства, воплотил в реальную жизнь, то есть, все навыки съемки и монтажа, как бы, они мне сейчас приносят основной доход. Это круто, это круто, то есть, ты, как считай, начинал с танков, и это тебе пригодилось в жизни? Да, да, я со своим хобби, скажем так, связал жизнь. Получается так, что, например, мне в 17 лет там давали краску репортер в танках, а там спустя пару лет я работал репортером на телевидении. Охренеть, вот это карьера, да? Охренеть. Как бы, да, резко переобулся, скажем так. Слушай, Блин, у меня такой вопрос по игре, у меня мамонт сносят с одной тучки, что я делаю не так? Так, ну тут скорее, что разработчики танков сделали не так, что так получается. Короче, смотри, на самом деле, сейчас очень все сложно, есть дроны, которые могут уносить и мамонта с одной тучки, и плюс овердрайвы к дронам, плюс устройство к дронам и овердрайвам. Овердрайвы к дронам? Ну, овердрайвы, дроны, это все как бы, ну, воедино они есть, ты все одновременно юзаешь, как бы, да, включаешь овердрайв, включаешь какой-то дрон, и ты прикинь, у тебя большой урон, плюс оверка включена, и это имба. Как бы, если все вместе, то это просто бешеный урон, допустим, устройством отключаешь припасы, овердрайвом мочишь, дроном, там, не знаю, делаешь себе скорость, и, короче, получается слишком имба. Ну, то есть, знаешь, раньше, если помню, там, на том же самом мамонте можно было на Наре, там, очень долго ехать, стоять, всех резки, то сейчас пара был такой, что, ну, я сейчас просто появляюсь, и у меня уже полздоровья нет. Вот все, у меня снесли. Ну, видишь, допустите, я снес только что викинг, у него оверка, которая перезаряжает и урон добавляет, то есть, супер быстро перезаряжает, и он тебя просто, типа, два щелчка вынес. А что, а что вот это вот за вспышка, ее можно трогать или нет? Вспышка, а, это же Тесла. Новая пушка, да, как я понимаю? новая пушка, которая, типа, стреляет сферами электрическими, ее лучше обходить. Ну, она вообще имбово, она там цепи создает электрические. Как здесь к шафтам относится, то есть, в мое время помню, шафт это не очень, скажем так, благородная пушка была. Но, сейчас к ней тоже, оксадивдал, что это шарез, он, кстати, может лекать, видишь, я сейчас еду через эту сферу, да, и она меня лекает. В принципе, это тоже офигенная штука. Вот. К шафтам относится, ну, я отношусь к ним точно так же, и большинство тоже, как бы, если это на вас по шафте, ну, как бы, да. Но, такого прям, знаешь, хейта в их сторону уже нет, потому что сейчас шафтом попридумывали всякие устройства, которые, типа, делать пушку имбой, вот, и довольно-таки, такого прям сейчас нет, что прям, вот, там, петухи, такого чужая. Но мемасы еще у нас, допустим, в паблике, да, еще мемасы есть там, потому что шафт. Не, сейчас считается имболом. То есть, прям, самым непобедимым, и прям. Что, что, что считается, да? Да, сочетание, самое имболое сочетание. Так, я думаю, что сейчас, в данный момент, имба дико, это хори фриз, потому что хорнет выключает, у него седеродрайв, который выключает припасы, выключает защиту, резисты, там все игнорируют, и считаю, как голый танк, да, он бьет, ну, 5 секунд есть, 5 секунд он может бить танк, твой как будто без всяких припасов, без всего. Фриз, который при этом тоже большой урона носит, тоже имба. Паладина и Зида, как у меня, имба, вполне, очень даже. Слушай, ты сейчас перечислил, по сути, все легкие корпуса. Эпоха тяжелых корпусов, вот этих вот слонов, которые дейфят, стоят на базах, и так далее. Она все закончилась? То есть, это не популярно? С появлением, с появлением Ореса, я думаю, что эпоха не закончилась, потому что Орес имба, и если ты этот шарик запускаешь, то он как бы просто прочищает вообще весь путь вперед, плюс лекает тебя, твою Тиму, а если... с победой, Леш. А, ну, блин, а мы же тащили. Да нет, как бы. А, не, мы весь бой не тащили. Мне казалось, что мы какой-то момент тащили, там что-то 70, что-то там было. А инстул сани, я в описании оставлю, потому что ты там часто, купилиш контент, как бы тебя можно там часто видеть, да? Ну да, в инсте пока более продуктивно, но хотя не исключаем того факта, что и на ютубе появится лайф формат. И на ютубе тоже оставим, чтобы не теряли. Поэтому спасибо тебе, что уделил время. Все, спасибо, Леш, за рассказ, за движ. Ребят, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока. Всем пока, ребят.